привет дорогие друзья снова мы продолжаем наш видео проект до этого его назвал ток-шоу но было много комментариев поэтому пришлось переназвать потому что формат немножко другой но мы-то начинаем поэтому нам приходится подстраиваться теперь это называется видео проекта наизнанку здесь мы говорить сетевыми предпринимателями а сегодня у меня в гостях топ-лидер компании беседа семенова эльвира привет я тебе задам как и всем интересные вопросы возможно ты для себя тоже откроешься по-новому это очень интересное интервью так что я думаю мы можем приступать итак мой первый вопрос я здесь накидал накидывал и получилось даже очень банально начнем чтобы познакомиться да расскажи немного своей жизни об образовании и где ты работала ранее держи микрофон кстати мы его думали что два микрофона мне подсказали что то не надо два будет фишка твоего эфира поэтому ему передавать эта фишка теперь понимаете может прямо название как раз таки связать с этой темой передавания микрофона прикрепляем так главное не забыть вопрос немножко рассказать о себе насколько далеко и глубоко насколько ты готова честно поведать на тем кто будет смотреть в общем зрителям ну начнем с того что я честно да точно где-то датчик можно слезу пустить где-то датчик до стоит который будет бить меня током если я скажу неправду ну на самом деле я конечно сейчас если говорить о нынешнем времени обычная мамочка в декрете у которой двое деток куда туда смотрите ли туда который двое деток и одной дочке у меня уже 6 лет 2 2 годика я сижу в декрете но спокойно сидеть декрете я не могу по нескольким причинам и по причинам какой-то внутренней своей активности то есть я чувствую в себе энергию чувствую что я могу быть полезна этому миру не только материнством но и другими моментами и конечно мамочки в декрете очень смущает что они остаются без собственных денег и я вот постоянно искала что в первом декрете я всегда искала себе возможность реализоваться и иметь себя свою свои финансы по образованию я по первому образованию я педагог учительница причем очень серьезно не просто то что учитель а то что учитель математики и информатики поэтому считайте очень сложные моменты разные алгоритмы все вот эти это мое это мне было интересно была даже когда-то мысль стать программистом но тут стал другой вопрос если я буду сидеть все время за компьютером что случится с моей фигурой и зрением и зрением обычно да вот у меня в другой момент стал на чашу весов что я не хочу зарабатывать деньги вопреки своему здоровью и спустя какое-то время я попробовала себя в этой сфере я проработала учителем более шести лет деток учила взрослых так что такие моменты тоже есть и через время я поняла что мне хочется что-то другое мне хочется быть полезной но при этом еще и чтобы это отражалось и на моем здоровье и на внешнем виде я для себя открыла такую штуку как преподавание спорта сначала я пришла как сама для себя поправить свою физическую форму и потом затянула оказалось что есть определенные способности постепенно постепенно их увидели и тренера которые меня приглашали и мне уже начали давать группы поначалу это было для себя просто стрип пластиком то есть хотелось да да что то такое хотелось как-то уделить внимание своему телу и быть не просто сухим интегралом на а именно развить эту пластику женственность через время у нас здесь в симферополе это было 10 лет назад поставили такую штуку как пилон 6 очень очень криминальная штука но она стояла но немножечко с другими на как бы цель обычно на ней танцевали только в ночных клубах а тут до нас докатилась то что давно уже было в европе да то что давно уже было даже там в россии в таких вот центральных регионах до нас докатилась такое веяние как полдэнс и мы конечно туда пошли на особенно те вот кто не может сидеть на месте они может ходить вечером танцевать в клуб кто уже перерос да кто уже перерос это да мы пошли для себя и потом оказалось что это не только просто танцы что это еще и трюковая база и там можно быть разной сегодня можно надеть каблучки быть просто красивой кошечкой завтра можно себе накачать бицуху и там делать какие-то трюки что и пацаны в шоке и конечно это затянуло я поняла что спорт это моё почувствовала когда начала людям преподавать во сколько ты начал этим спортом вообще пришла я в 24 года в спорт никогда не поздно в детстве я там что-то где-то меняла ну там буквально от фортепиано до карате но какие-то такие были знаешь чередование а вот четко так чтобы без перерыва это с 24 лет и вот педагога педагогика туда у меня хорошо зашла умение по спорту и потом я получила второе высшее образование будучи сейчас уже со второй малышкой в декрете и у меня теперь второе образование это тренерская нормально два лучших образований кстати высших образования тебе это денег прибавили жизнь ну как сказать на какие-то особые такие мелкие женские хотелки да там помада колготочки в принципе всегда хватало но хочется до большего мы-то растем это более серьезно и у меня знаешь что всегда было в голове вот я вижу эту группу который у меня тренируется пусть их 5 человек пусть их 10 да даже до 20 доходило но я понимаю что это весь мой охват как таковой что вот а как бы все то есть я могу просчитать спокойно свой лимит сколько я могу заработать сколько я могу в день работать так чтобы еще оставалась энергия на жизнь и я понимала что надо как-то что-то делать у меня были на самом деле мысли как то может в онлайн выйти но как вот что как это вообще делается у меня прям было такое желание я хочу туда в онлайн это как-то пронести но я не понимала абсолютно как и тут мне идут мне попали в соцсетях попалась информация о интернет-бизнесе а дальше потом вытекающий на почему пришла в сетевой бизнес на самом деле практически в любой работе за которой я бралась я достигала определенного вот этого максимума я уставала не знаю может быть эта особенность лично моя когда я опять 6 лет где-то поработаю перегорала не то чтобы перегорала я вообще все сферы выбираю осознанно я не выбираю их там родители навязали да там общество я могу себе позволить идти немножечко против шерсти с тем же пилоном до если говорить наверное если бы велась на другие мнения я туда не пошла но уставала я наверное очень много туда эмоционально вкладываюсь прям очень много я не могу на пол шага так на полушишечки я вот прям ухожу туда сильно и от этого я немножко подустаю и в какой-то момент я поняла что я хочу работать меньше зарабатывать больше и скажу по секрету что сетевой то у меня уже был когда-то давно ну вот как ты вообще попала не наш в целом ой через через потребление просто через потребление у меня родители моего знакомого человека меня начали так вот аккуратненько это была другая компания это небе оси было аккуратненько мне там ой смотри вот тут умывалочка там возьми себе попробуй а у нас будет семинарчик приходи послушай но я чисто из уважения к этим уже взрослым людям я ходила на такие мероприятия ну естественно пока ты там сидишь ты что-то где-то начинаешь слышать тогда у меня был 21 год по моему в голове понятно там гульки любовь но пока ты сидишь на семинаре ты как-то внимаешь и через определенное время я начала понимать что это не просто потребление это какой-то интересный бизнес а когда съездила еще на масштабные конвенции такие во всех сетевых компаниях есть вот эти вот event встречи когда я съездила увидела масштаб увидела что там еще разыгрываются машины я понимаю что это все делается за свой счет мне стало это действительно интересно я шесть лет пробыла в первой сетевой компании какой результат никакого 80 долларов чек за 6 лет в течение да вот где-то вот он где-то там был 80 баксов это мой самый был большой чек и ты делала но не знал я делала я прям приставала к спонсорам мои нынешние спонсоры знаете приставать спонсорам я брала их за горло говорила объясните как вы вот как вы сейчас зарабатываете две-три тысячи долларов я все сделаю куда надо пойти на улицу да не вопрос к людям приставать пошли вы только покажите как правильно почему у меня нет этого результата я видела тогда в глазах наставников что они немножко терялись обычно же как наставники дали людям говорят давай ты можешь а тут тебя берут и говорят пошли и мне говорили да да давай пойдем как это все откладывалось и какой-то момент я поняла что эти люди может быть вышли за счет того что они чуть раньше пришли может какие-то другие моменты сыграли но они не могут к сожалению сейчас меня обучить в полной мере чтобы у меня прям вот был этот результат и тогда я немножечко перегорела даже не к самому сетевому мне он нравился и всю дорогу да он не раз мне идея так как математику вообще очень хорошо нравилось вот этот масштаб но я перегорела то что я не делала как это можно в моем случае лично мне сделать это будет слышно ты же вообще как ты изменилась попав в сетевой бизнес как он вообще повлиял на твою жизнь ой но я думаю что конечно меняемся мы не только с точки зрения сетевого вообще всю жизнь мы если мы смотрим на знаки окружающий нас мы потихонечку трансформируем сетевое это окружение это общение ты видишь людей посмотри сколько людей вокруг они особо это и не меняются ну да ну с точки зрения сетевого я скажу что я стала более открытой людям переборола свои на вот эти первые комплексы а как я скажу а как вообще мой голос сейчас прозвучит в сторону незнакомого человека тогда же если говорить о 10-12 лет назад тогда именно вот работа была по незнакомому по холодному кругу это звонки это к тебе приходили люди по объявлению на работу и ты вот тут же должен был наладить с ним контакт проработала эти моменты проработала выступление на публику плюс еще школа дала какие-то до своей моменты эти и сейчас вот прям наверное сейчас уже я вижу что тут очень глубокая трансформация не просто поверхностная там научился говорить научился выступать а здесь ты начинаешь понимать такие вещи которые в обычной жизни люди не понимают все думают что деньги приходит просто там вот пашешь и зарабатывать бери больше кидай да и я как бы по этому принципу тоже работала наверно поэтому и уставала очень часто а теперь я понимаю что тут надо еще энергию качать а как ее качать а вот так что тут еще и мышление а что с ним делать а почитай вот эту книжку и все очень на самом деле меняется спасибо слушай тогда так что мы уберем с кадра или пусть стоит пахнет мне здесь слушай мне тогда следующий вопрос я тебя знаю как системного человека и мы всегда с леной вспоминаем когда ты к нам пришла кстати расскажешь как ты вообще нас нашла и как почему ты пришла именно к нам до в нашу команду и я помню что ты пришла с блокнотом с ручкой и все и так и был твой вопрос так давай говорить что нужно делать или на тебя горела и ты все записывала мы честно говоря были в шоке потому что но первый раз первый опыт такой когда человек приходит и все по диктовку записывают обычно да да все окей все понятно для тебя нужна до система и как ты вообще считаешь важно ли в нашем бизнесе система какие-то системные действия можно без системы действовать вот по твоему опыту исходя из твоей ну как ты как твоя команда у тебя же команда есть правильно и не маленькая как вот вообще люди от нужна система в нашем бизнесе или нет мой на вопрос на самом деле он очень такой глубокий него можно очень очень глубоко копать 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 да вы готовы копать да я действительно пришла я очень часто так подходила ко всем вопросам потому что иногда проще мозг разгрузить записать и забыть на этот прикол для чего записываем чтобы забыть и нужно пришла я потому что во первых я вас знаю лично и я знала что вы в сетевом пару лет назад еще не были а я тоже была а это уже было я уже заходила и даже успела выйти я помню да я помню тот период когда у нее просто продукт предлагали лена предлагала мне там два шампуня по цене одного и я спокойно прошла мимо потому что ну как мне это не интерес не было интересно так сильно как если бы наверное мне предложили поменять что-то вот в жизни кардинали и потом через время до меня начали докатываться ваши посты причем в контакте то есть в инстаграме меня вообще особо не было у меня не было на него время то один пост то другой пост то пост информация о том что вы знаете как создать автоворонку там клиентов и так далее я прямо писала ленина скажи мне что за книга она промолчала думаю интригу оставила и через время но особенно когда я увидела чеки на выступление на сцене я начала понимать что эти ребята что-то знают чего не знаю я помнишь был момент ты говорила его нам что когда сидел нами типа но сейчас сейчас они 2 да да у меня был момент вот вы зашли в сетевой еще когда там бюро что-то открывали да я думаю ну вот еще одни попались сейчас я понаблюдаю за ними полгодика как они вот методично потихонечку сольются потому что почему так потому что очень часто приглашают в сетевой и не имеют результата для человека который может быть не был бы там это не всегда важно а так как я была там и уже понимаю что такое мотивационный аспект махать флагом и так далее мне уже важно было именно чтобы люди сами прошли какой-то путь хотя бы до 100 тысяч рублей и могли мне его показать не просто пошли прошли и сами так офигели как получилось да и вот это для меня было важно ну плюс сообщение периодически что есть школа что есть обучение что там меня очень зацепило что сетевой перешел в онлайн потому что я-то была оффлайн часа и я знаю что такое проводить пять встреч в день выезжать приезжать дорога там и так дальше 80 до тех 80 баксов и когда я понимаю что онлайн ты можешь охватить там до 100 человек в день тысячи можешь охватывать и при этом ну как бы тратить меньше энергии времени меня это зацепило это что мне говорят что меня могут научить это сделать зацепило вдвойне поэтому я осознанно пришла я сказал я как продукт мы сейчас все разберемся продукт сетевой компании скажу вам в любой уважающий себя сетевой компании он должен быть качестве иначе она просто не полетит эта компания не запустится поэтому продукт мы сейчас будем разбираться но мне важен был именно бизнес и важно было научиться зарабатывать и довольно таки быстро выходить на результат и тебе нужна была система мне нужна была наша я нашла систему нашла систему которая постоянно адаптируется под изменения в интернете и вообще в соцсетях и везде потому что нельзя дать одну систему и пять лет сидеть просто и и пользоваться там меняется каждое мгновение что-то новенькое и вот в этом обучении что мне нравится постоянно идут смены и закидывается новая информация убирается так которая не работает и да действительно у меня уже на второй месяц начали приходить заявки через интернет что меня очень сильно удивило я помню как пор это я это вообще мне очень серьезно вы же меня не знаете мы с вами даже не встречались а вы хотите в бизнес вот мне было прям такое и это было благодаря тому что у меня грамота в вашей нашей вот этой общей системе обучения научили вести прямые эфиры научили правильно себя позиционировать в интернете и люди уже на вот эту готовую базу да они прям очень даже важно очень важно до системные действия нам не так что сегодня делаю завтра ну там буду не буду давайте перенесем на спорт да ты захотел себе в бицуху накачать сегодня я горю пошел там покачал потом две недели не хочу и что в итоге получится вареник или если там тебе тренер говорит качай вот так а ты машешь рукой слабенько тоже результат не будет поэтому это везде мнение такой вопрос я знаю там слышно да ребят я потом напишу вопрос и знаю что у тебя есть твой курс да ты вот пришла в бизнес наш сетевой в компанию биоси в команду нашу начала развиваться но ящики за это задал почему такие вопросы повлиял ли развитие как ты изменилась у тебя появился свой личный продукт называется секс и шпильки как это вообще взаимосвязано бизнес секс женственность шпильки но я тебе могу сказать что с того момента когда я создала этот курс я еще наверное больше и глубже в этого все зашла и наверное мы действительно развиваемся каждый день поэтому это не конечно еще продукт который у меня есть но вообще по факту я прекрасно понимаю даже если мы говорим с тобой о системе что если ты просто фигачишь но забываешь о том что в основном то мы говорим о сексе да забываешь о том что надо себя любить давать себя себя баловать да давать себе возможность отдыхать прокачивать свою энергию а кстати сексуальной энергии и денежная она вообще одинаково эта энергия удовольствия и вот обратите внимание даже у меня очень много таких есть знакомых которые приезжают новый город да например решают его там покорить они себе закрывают вообще личную жизнь полностью и начинают какую-то сферу вот свою до рабочую как бы пробивать там стену очень часто особенно если говорить о женщинах у них не получается то есть они какого-то потолка достигают и все это связано с тем что она не расслабляется на все время сильно перенапряжена как вот это вот . и уже даже богатство финансовое благополучие просто не входят в ее окружении поэтому это на самом деле связано умение отдыхать умение работать умение это все чередовать это действительно очень важный момент и наверное почему я взяла этот курс и создавала его и продолжаю сейчас развивать но уже еще масштабнее будет интересно я расскажу какие у меня в принципе сразу расскажу и почему секс секс но все потому что мы буду что это естественно это естественно отдыхать и дом работать там или женственность слово секс наверно потому что но она она привлекает внимание если где название курса но привлекает внимание и так как меня учили правильно привлекать внимание в интернете я как бы использовала этот курс но на самом деле сейчас я этот курс не продвигаю потому что я еще хочу дальше пойти и чуть позже расскажу оставлю пока небольшую интригу прикольно давай такой вопрос тебе о чем ты мечтаешь в жизни двигать ли это мечта тобой в бизнесе сейчас все таки заставишь меня рассказать о моих планах люди интересно на самом деле потому что все же сравнивают всегда вот я особенно ли я не такой я живу в маленьком городе или маленькой деревне а вот они им повезло что же деревья тоже деревне в городе у меня мужа родители но в принципе я не не разрушая деревья так как же говорит вот расскажи пожалуйста о чем не читаешь и что это 2 и двигает это мечта тобой бизнес ну вот могу тебе сказать что наверное не просто так я перепрыгивала из одной сферы в другую из другой в третью у меня всегда было ощущение может быть она немножко но опять таки да это лично мое мнение такое завышено но места было ощущение что я могу больше быть более полезной людям чем сейчас вот она всегда была я видела как люди реагировали на мою работу а я всегда если за что-то берусь я делаю очень качественно не просто чтобы быстро-быстро да и как бы мне важно было обратная связь хорошая чтобы люди были довольны что в обучении да вот эти же детки там чтобы не потом хорошо поступили не им эта информатика потом пригодится ну да да что в спорте мне было важно чтобы вот девушки они себе начинали нравиться чтобы они раскрывались но при этом я понимала что я могу большему количеству людей действительно помочь и недавно мы же были на тренинге которые как раз таки мы наставники организовали алекса лимского и привет привет и я как бы там наверно вот не просто так оказалось потому что у меня был запрос как вот это все да как себя понять как понять чем я полезна и так далее и там я выиграла разбор себя по дате рождения эволюция эволюция да и для меня там дополнительно было открытие там очень много всего полезного но ключевой фактор это то что через заботу о себе я могу научить людей огромное количество людей заботиться и любить себя и это наверное вот дало возможность всем пазлом сложится потому что не просто так мои спорт в моем моей жизни спорт моей жизни умение преподавать в моей жизни это фигура это тело которое мне сейчас дано я могла бы просто им красиво владеть в принципе вот так вот пользоваться этим в жизни но это все равно определенные рамки и границы и я понимаю что я сейчас могу огромное количество людей и женщин в основном а потому что это наверно мне ближе вывести на более такой высокий уровень отношения к себе я хочу у меня в огромных сейчас планах сделать курс который связан с правильным питанием связан со спортом но это не просто так детка ты вчера была лохушка а сегодня давай едим грудь грудку и гречку и чтобы эти вообще сахаром и ни с чем не видела иначе получишь по ушам а я хочу сделать плавный мягкий переход чтобы женщины заходили вот в это понимание себя в эту любовь к себе через питание через спорт через психологию конечно без нее никуда и конечно через безопасную экопродукцию потому что порядок в теле порядок в доме и она как бы до распространяется на все у меня вот такие большие планы я сейчас составляю это все у меня на самом деле постоянно в голове это все крутится и мне действительно от этого хорошо кайфово мечта мечта это мечта да я знаю что за ней подтянутся и финансовое благополучие и моим детям будет только лучше я хотела задать вопрос насколько ты тебя важно монетизация этой мечты важно потому что даже для того чтобы это все масштабировать нужны деньги для того чтобы влиять в хорошем смысле на людей нужно вкладывать в себя если даже я транслирую до людям правильное питание должна сама это делать а это стоит определенных денег если я транслирую хорошая внешний вид ты должна качественно но не должна мне важно хорошо одеваться да там привлекать внимание это к сожалению или к счастью на это всегда связано с материальным ну и плюс конечно хочется чтобы это был не только проектом симферополя я вообще хотела бы чтобы можно было легко перемещаться по миру где-то проводить там тренировки в какой-то экзотической стране выезжать может быть массово туда с теми людьми кто этого действительно хочет какие-то туры ну вот у меня в голове это все тоже крутится но пока онлайн курс но в любом случае это будет постоянное соприкасание с людьми и просто в живую делаешь коллажей мечтаний или как там калаш для то чтобы это все визуализируешь ли ты это я пишу поездки путевки я сейчас это пишу прописано черной ручкой блокноте и забывали не и по белому я это пишу и я учусь пока мне это не очень хорошо получается пока но я учусь у меня очень на самом деле такой вспыльчивый ум он меня всегда уводит куда-то но я учусь делать медитации и вот в медитации туда окунаться пока это еще еще одна ступень моего развития чтобы утром и вечером медитировать скажи пожалуйста что для тебя означает млм бизнес дословно малти-левел маркетинг сейчас секундочку я загуглю что для меня означает млм бизнес ну вообще свобода если вот просто так транскрипцию для себя сделать это свобода и это свобода через личностный свой рост математическая схема она мне нравится сама по себе она мне нравится я в нее верю она действительно ну как бы понятно это если в двух словах в общем сети ухо это для тебя свобода свобода это свобода делать то что ты хочешь свобода меняться куда ты хочешь свобода становиться тем кто ты действительно наверное есть над еще об этом не знаешь скажи пожалуйста на такой вопрос забыл что хотел спросить сколько раз ты хотела бросить этот бизнес были у тебя вообще такие мысли если были то сколько и почему и почему ты не сделала это кому не говорите что я сейчас скажу не у нас были очень часто ну открыто могу а я наверное раза четыре за год точно хочу бросить этот бизнес где-то примерно раз в два с половиной месяца на как математик люблю разложить но у меня бывают такие ситуации почему почему это вы давайте почему они с чего бывают потом будет проще сказать почему этого не делают бывают они потому что лично я довольно таки человек такой все-таки эмоциональный и я хочу раз я взялась а я как и говорила вкладываюсь капитально но я хочу и отдачи капиталь а в сетевом не всегда так получается сетевом можешь вкладываться капитально но носить за собой какой-то блок где-то вообще в непонятной сфере в сфере тела до в сфере секса как мы уже говорили там может быть заблокирован или тупо боишься денег и ты это не знаешь ну как тебе кажется что тебе надо много у тебя стоит установка и ты пашешь 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 ты не получаешь результат и тебе хочется свалить потому что тратишь время по факту вообще тогда ее или не моя может да может я вообще для другого создан такие вопросы тоже очень часто бывают и у меня тоже такое было когда я шла я рассчитывала сейчас у меня уже миллионы пойдут а у меня идут сотни тысяч для меня это как бы с моим желанием заработать миллионы не не совсем состыковывается а мне кажется что я тут вкладывать уже там на миллионы и вот из-за этого мне действительно хотелось хотелось идти но совсем уйти все равно не получается что за тобой идут люди ты их привлек у тебя есть ответственность а ты как ответственный человек ты как бы не можешь развиваться как математик извините я все вы как-то дальше сами и иногда у меня бывает такое когда я добиваюсь определенной цели там например поездка до казалось бы надо ликовать что ты собрал там баллы бонусы да на бесплатное путешествие а у меня наоборот такая усталость как будто ну все я сделала и отвалить вот такие бывают моменты почему не ухожу ну во первых очень много уже сделано есть результат который ну тупо жалко потому что это твой результат он тебе приносит деньги есть люди как мы еще раз повторились перед которыми ты несешь моральную определенную ответственность потому что они за тобой пошли да и у них естественно да у них не у всех такой даже как у тебя результат но они двигаются ты понимаешь если они двигаются тебе тем более двигаться то есть они тебя чему-то тоже учат это путь и в принципе я считаю что в сетевом вот я недавно даже писала пост лучше быть чем вот каким-то таким прям огнем добром гореть не можешь гореть 24 часа лучше быть этот настойчивая назойливая капелька которая да иногда отдыхает но по-прежнему капает 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 и она свой камушек в любом случае пробьет тем более если из перспектива в компании если ты все остальные моменты учел что она там рынок не заняла и так далее что вы знаете о чем тогда хорошо а что ты посоветуешь людям которые вот сейчас на грани того остаться или или уйти занимайтесь сексом отдыхайте занимайтесь сексом и возвращайтесь как долго стоит отдыхать ну вот у нас неделя 7 дней хотя быть один день сделайте себе вообще полностью без ничего вот без телефонов без интернетов без связи со своими партнерами побыть с детьми побыть с близкими людьми может быть даже куда-то поехать если есть такая возможность отдохнуть хотя бы так один из шести дней отдыхать ну и раз в три месяца на регулярную ну желательно а если ты отшарашишь и чувствуешь что уже перегораешь у тебя наступает что все я устал не хочу то есть один день уже не спасет насколько нужно погрузиться в себя на как долго мне вообще сложно на эту тему мне сложно судить потому что я человек волевой я трудоголик я могу через не хочу не могу болит я смогу двигаться дальше но никому я этого не советую и знаю что это мало кто может повторить отдыхать надо за мгновение за мгновение вот хотела сказать да как нас учили и учат надо почувствовать когда ты сейчас вот будешь уставать и до этого момента остановить что нужно делать когда уходят люди из команды ну как бы что ты делаешь что порекомендуешь делать если у тебя уходят люди это нормальная история правильно когда уходят люди по разным причинам и многие впадают депрессию многие наоборот ликуют ну короче что ты порекомендуешь делать когда уходят из твоей команды и в целом и структуры но тут два момента с тем человеком который уходит я порекомендую оставить открытые двери то есть естественно если он идет на контакт и может объяснить почему он сделал этот выбор у каждого свои вообще момент хорошо бы с ним поговорить его понять может быть какие-то моменты посоветовать но всегда оставить открытую дверь потому что ты никогда не знаешь куда он идет и когда он захочет вернуться даже как и я вот через 12 лет я все равно все чего вернулась вот и поработать одновременно с командой которые смотрят что этот человек был и его вдруг в команде не стало и им объяснить что такое бывает да и причина у всех разные но мы движемся дальше разные моменты смотря опять-таки по какой причине человек ушел но в принципе я соглашусь с мнением очень многих специалистов по прокачиванию себя что люди очень часто уходят когда ты начинаешь еще выше расти и развиваться то есть основной костяк он идет за тобой а те кто не могут в какой-то степени себя может быть пересилить перебороть они остаются на каком-то уровне им становится некомфортно они вверх не идут и они отваливаются уходят в другие сферы где им будет вот будет их среда поэтому но это естественный какой-то степени процесс главное то есть энергия решает разное но это уровень энергии уровень энергии уровень развития до благодаря что человеку 2 уходит я не знаю у тебя в команде конечно благодаря что его или наоборот злишься мудак почему ты ушел бросил меня там людей или ты им горишь спасибо за то что какая твоя позиция ну я вообще сейчас учусь практике благодарности как таковой замедлить да когда я просто могу позвони сказать спасибо и положить трубку да это вот часть этой практики которые себе ввожу вот это искренне было это клира что там опять проходит это просто сама себе вот мне захотелось я это сделаю порывы такие я на данный момент сейчас не сдерживаю и да я благодарю а эти люди в какой-то момент моего бизнеса они мне поддержали структуру и дали возможность мне да здесь быть и благодаря им я достигла там каких-то результатов получила премии поехала куда-то конечно благодарю конечно расстраиваюсь что они по каким-то причинам чего-то еще пока не выдержали или не поняли но не можем мы все изо всех жили не решали тогда какой у тебя принцип построения бизнеса что делать когда к тебе приходит новый человек что-то подразумеваешь под принципом построения у тебя есть своя система по которой ты ведешь человека подключаешь бизнес принцип по которому ты его берешь себе или кому-то передаешь из партнеров вот сейчас что быстро системы ну на данный я бы на конкретно на данный момент потому что сетевой вообще это очень живой механизм и мне кажется здесь невозможно вот четко сказать сегодня у тебя структура одним способом работает завтра у тебя там пополнилось количество новичков первой линии это уже другие моменты или выросли отделились директора на данный момент я активно помогаю людям которые уже вот-вот откроют директорский статус и конечно стараюсь им заводить новичков которые ко мне приходят но только когда я уверена что мой партнер сможет их сопроводить так же как и я а то и лучше на мой взгляд какие-то договоренности с партнером которому ты даешь конечно 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 во первых я говорю что его обучение выведения полностью зависит уже от партнера которого я которому я дала новичка и ему уже давать партнеров уже будет он то есть я не буду выстраивать им всю структуру в глубину сама потому что я это физически не смогу это невозможно и если какие-то моменты там например что человек остался без присмотра я вот узнаю что он хочет учиться и хочет работать но его не ведут то я больше в эту веточку как бы людей не даю потому что это опасно для меня этот человек любой новичок для меня важен это продукт моего труда да да ну разных продуктов разных методов которые были запущены на это было все время и силы вложены поэтому конечно это очень важно и ответственность перед тем человеком который пришел и захотел конечно да это же не просто его куда-то там отдал и забыл и воспользовался им чтобы быстренько какой-то товарооборот сделать то есть правильно я понимаю что тебя система выстроена так что тебе важно не количество а важно то чтобы люди которые приходят к тебе или зарабатывать результат правильно делали результаты начали зарабатывать да потому что я понимаю что когда у меня есть партнер и особенно если говорить о первой до линии которые хорошо зарабатывают то я могу где-то позволить себе отдохнуть вовремя то что как мы говорили ранее очень важно класс такой интересный вопрос что нужно для того чтобы враг стал другом я пойду подумаю а сидела говорили враг стал другом ну как бы мы здесь всем моментом траги мне интересно такой личностный вопрос что ты развилась как личность ну во первых вопрос зачем иметь врагов вообще в своем окружении всякое бывает враг это вот в калычках утрируют ну я могу сказать так вот то что мне сейчас действительно приходит в голову когда мы вот я в принципе считаю что мы можем быть в ответе только за себя за свои мысли за свои действия мы никак не можем повлиять на другого человека но когда мы начинаем расти и развиваться что-то делать как-то вырываться из этого общества общество реагирует несколькими способами сначала она начинает на тебя обращать внимание и тыкать пальцем типа ты че кто это там куда зачем и так далее потом через время она начинает тебя уважать когда ты уже показывает что ты не просто вырвался начал что-то там из себя представляете делать какие-то полезные вещи и через время эти люди очень часто начинают к тебе же тянуться когда у них там свои до моменты в жизни случаются и враг он или не враг тут очень спорный вопрос в основном все друг друга учителя если он твои в твоей жизни для чего-то появился важно это понимать да я в принципе сейчас всегда всех благодарю от мне недавно была ситуация общественный транспорт обычный и там женщина мне высказалась не очень корректно за того что я там закрыла окошко то есть мне как бы дуло я закрыла окошко но сделала некомфортно кому-то другому я внутренне сказал ей спасибо потому что она мне она бросила все свои дела не занималась там какими-то своими соц сетями перевернулась вся внутри чтобы мне это высказать и я увидела в этом урок что он мне пора в свой автомобиль уже пересаживаться мне уже просто люди об этом кричат посторонние но как бы вот так поэтому насчет врагов не привозно прикольно сказала как думаешь потянула бы роли генерального директора думаю что нет поэтому я здесь свои блоки есть которые надо прорабатывать что кому расскажу что она ответственность большая конечно большая ответственность это владение большими суммами денег я учусь только себе разрешать владеть на мой взгляд большими суммами денег поэтому наверное свои есть моменты почему я еще не там ажмута не своей сетевой бизнес начала с вложений или без вложений реально начать бизнес без вложений я считаю что я его начала без вложений и все вот эти полтора года я продолжаю его делать без особых вложений я считаю то есть я даже личный товарооборот вот делаю ровно столько сколько мне надо у меня принцип такой что если я вдруг начну копить дома продукт все это значит что-то идет у меня вообще не так и я вот лично себе взяла если что-то там какие-то заказики все это все мне в личный товарооборот и как я это на счет того что ты вкладываешь ну время энергию мы зато не привыкли считать не интересно было твое мнение многие считают что вложение в развитии это считается вложение вообще я считаю что сетевой бизнес он идеален для людей которые немножко вот у них мелькнула мысль хочу стать предпринимателем вот вчера сидел работал на дядю сегодня вот так вот мелькнула мысль вот это идеальная платформа чтобы перейти в разряд предпринимателей вообще причем очень мягко причем если говорить о нашей системе такая вообще идеально приходит я на себе проверила потому что я пришла как человек который думал сейчас я вот тут поработаю три месяца и потом я вообще работать никогда не буду я но пассивный же доход очень часто обещают я буду на пассиве сидеть и вот прошел период развития теперь понимаю что и здесь в любой другой сфере надо все равно действовать но просто какой-то сфере будет это сложнее энергетически там и по другим моментам а здесь будет легче и это идеальная платформа чтобы туда перебраться без боли без потери миллионов без стрессов без запоев многие там кто кто куда уходит без вот этого всего ну а что или а скажи пожалуйста три базовых вещи которые ты бы пожелала новичку человеку который решил заняться сетевым бизнесом три базовые вещи так дорогой мой новичок сейчас я попробую встроиться в ситуацию как будто я говорю со своим новичку да потому что когда мы пытаемся что-то в общем сказать обычно ерунда получать а когда вот встраиваешься что ты сейчас человеком говоришь но во первых мне хочется пожелать чтобы новичок который приходит в сетевой бизнес набрался терпения набрался терпения потому что действовать здесь нужно здесь не будет такого что ты ну скажем так пришел за тебя все сделали ты какой был такой остался тебе действительно нужно будет работать но работать в хорошем смысле слова работать и над собой внутренне и над своими страхами сомнениями над этим тоже обязательно нужно будет работать для этого нужно терпение то есть быстро вот так по По щелчку пальцев не получится. Может, конечно, и получится, но далеко не у каждого. Поэтому терпения желаю абсолютно каждому. Во-вторых, рекомендую обнулиться. Вот это очень важное такое правило, которое действительно очень мало людей делают. Мы очень часто заходим в новую сферу со всем своим старым багажом. Мы заходим с какими-то своими установками, с какими-то своими понятиями, что с людьми надо только так, а не иначе. С привычкой вешать ярлыки на людей. Этот подходит, этот не подходит, этот не будет хорошим спонсором, вернее, партнером, этот плохим. Вот это все надо просто стирать и заходить полностью с чистого листа. Это совет номер два. Ну и третье. Анализировать. Даже, наверное, перед тем, как вы идете в сетевой, проанализировать основные вообще моменты. Насколько эта компания, в которой вы находитесь, конкурентно способна, насколько рынок свободен, насколько легко будет за вами приходить новым партнерам, потому что это тоже важно. Ну, смотря, да, какая у вас аудитория заливая. Это тоже рекомендую сделать, наверное, перед тем, как заходить и регистрироваться. Вот такие три момента. Эльвир, хочу тебе сказать большое спасибо, что согласилась на это интервью. Я думаю, было очень полезно. Ну, мне так точно. Тебе как? Тоже. Интересненько, да, получилось? И всем желаю, чтобы они посмотрели это интервью, чтобы использовали те советы, которые сегодня рассказывала Оливьера. Она является топ-видером компании BIC. И вот тут вот ее контакты. Сейчас можете увидеть, они вылезут. Вот. Так что, если вам было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео, наш новый выпуск видеопроекта «Наизнанку». И я думаю, что вот это само название сегодня, ну, не сегодня, а проекта «Наизнанку», оно в очередной раз подтверждает, что мы достаем из человека, который, из приглашенного гостя очень интересный момент. И он прямо делится искренне, чисто. Тебе желаю больших успехов в бизнесе, чтобы у тебя было много энергии. Мы сегодня, ну, это, наверное, ключевое слово, которое сегодня от тебя звучало. Чтобы ты росла, чтобы ты кайфовала, самое главное. И не перегорала, а отдыхала за момент до наступления. Так что, всех благ, успехов, давай пять. До скорых встреч.